Семья. Нет, это не взрыв гормонов, не флюиды любви, не взаимное увлечение. Это серьезная работа длиною в жизни, с последствиями в виде детей, ипотеки, тещи и, если повезет, долгой взаимной любви. Планирование семьи – это один из самых эффективных способов улучшения здоровья женщин и детей. Существующие ныне в мире рекомендации по планированию деторождения помогают спасти множество жизней, повысить качество здоровья. Все макушеры-гинекологи, но те специалисты, которые работают у нас, имеют дополнительное образование, которое позволяет нам ввести более узкие нозологии. Нозология – это единица заболевания. Вот, к примеру, в центре планирования у нас работает врач-ювенолог. Врач-ювенолог занимается сохранением детского здоровья. И это те вопросы превенции, это сейчас очень модное направление, когда ты не просто лечишь заболевания, а ты имеешь возможность диагностировать с ранних лет, практически с детства, диагностировать, если у девочки есть какие-то проблемы, и заниматься их коррекцией. Это сфера интереса врача-ювенолога. Далее в нашем центре работает врач по планированию семьи. Это сейчас очень важно. В преддверии Дня семьи, любви и верности мы много лет в перинатальном центре проводили и продолжаем проводить акции, которые направлены на сохранение будущей жизни. Очень часто перед девочками, перед женщинами становится вопрос о том, что делать с беременностью, которая, например, наступила внезапно. И поэтому в структуре нашего учреждения есть врач, который занимается планированием семьи, есть психолог, который позволяет принять женщине правильное решение, ну, как правило, это на сохранение маленькой жизни. Существует целый ряд проблем, с которыми сталкивается женщина в период беременности, родов, ранним развитием ребенка. В этом случае, возможно, ей понадобится психологическая помощь. Планирование беременности – это очень важная тема в данный момент, поскольку в преддверии праздника Дня семьи, любви и верности, надо сказать, что мы в перинатальном центре много лет ведем акцию, которая направлена на борьбу с прерываниями беременности. Мы, как врачи, как люди, как женщины, очень хотим, чтобы дети рождались. И прилагаем все усилия для того, чтобы дети рождались здоровыми. Ведь для этого у нас есть наши профессиональные компетенции, у нас для этого есть возможности, у нас для этого есть учреждения, и, конечно, у нас для этого есть те структуры, которые освещают все эти вопросы. Врач по планированию беременности занимается тем, чтобы детки рождались желанными, здоровыми, в здоровой семье, и в то время, когда родители будут готовы к рождению этих деток. Врач, о котором я бы хотела рассказать, это врач-гинеколог-эндокринолог. Это акушер-гинеколог, который получил дополнительное образование и занимается тем, что выявляет и лечит сложные гинекологические патологии. В сфере профессиональных интересов этого доктора это нарушение цикла различное, это ожирение, это выявление факторов риска для женского здоровья. Не просто выявление, но также врач имеет широкий арсенал медикаментозных и прочих лечебных терапевтических интервенций для того, чтобы облегчить состояние женщины. Этот доктор интересен тем, что практически к нему может обратиться и подросток, хотя у нас есть доктор-ювенолог, как я говорила, но также и взрослая женщина. Ведь в определенный возраст, и когда женщина входит в такой элегантный возраст, ее сопровождает масса проблем. О них принято умалчивать, но, наверное, это не очень правильно, ведь у нас есть обученные специалисты, которые могут оказать очень правильную, квалифицированную помощь. Следующий доктор, о котором я опять-таки хочу рассказать, это врач по лечению бесплодия, по лечению невынашивания беременности. К сожалению, наш век таков, но, может быть, и к счастью, ведь раньше не все выявлялись, не все моменты выявлялись, люди не понимали, почему они невынашивают. К счастью, наш век таков, что мы имеем массу диагностических инструментов для того, чтобы ставить диагнозы. И врач по бесплодию и по невынашиванию беременности занимается тем, что помогает парам с ограниченными репродуктивными возможностями войти в беременность. А если вдруг у женщины невынашивание беременности, то эту беременность выносит. И тут я хочу немного похвастаться, если вы разрешите. Недавно у нас был крупный аудит ведущего центра нашей страны, Центра акушерства и гинекологии и перинатологии имени Кулакова. Так вот, наши карточки, наши истории болезни не получили ни одного замечания, более того, нас похвалили каждого из специалистов Центра планирования женской консультации. Аудит был очень серьезный, крупный. Нам приятно, что мы выдержали эту профессиональную проверку, и мы показали довольно неплохие результаты. То есть по определенным моментам, лечебным и диагностическим, мы находимся на таком уровне, общем, хорошем для страны. Поэтому, конечно же, я всегда буду рекомендовать обращаться нашим женщинам замечательно в Центр планирования семьи для того, чтобы мы могли нуждающимся помочь. У нас для этого есть и знания, и желания, и время, и, конечно же, запись, которую можно произвести как электронно, так и в регистратуре. Стать родителем – великое счастье. Но, к сожалению, познать счастье материнства или отцовства суждено не всем. Процедура ЭКО является современным высокотехнологичным методом лечения бесплодия. Это очень животрепещущий вопрос, потому что все недавние события, которые произошли в мире, конечно, не способствовали тому, что здоровье населения улучшилось. А, к сожалению, когда падает индекс здоровья, то и репродуктивное здоровье снижается вслед за ним. Так вот, лечение бесплодия – всё, что делают врачи, всё регламентировано, регламентировано определенными приказами, должностными инструкциями, клиническими рекомендациями. И поэтому по лечению бесплодия я могу рассказывать очень и очень много, очень и очень долго. Но то, что будет интересно нашей аудитории, я бы хотела рассказать о подготовке пар на ЭКО. Если супружеская пара, есть определенные запросы по приказу, входят в эти параметры и соответствуют параметрам для отбора на ЭКО, то совершенно беспрепятственно супружеская пара может уехать на процедуру ЭКО. Подготовка к процедуре ЭКО осуществляется у нас. Диагностические и лечебные мероприятия проводятся как у нас, так и в любом центре, в том числе и в федеральных крупных центрах, если женщина в этом нуждается. Сейчас есть совершенно замечательная система ОМС, по которой женщина может получить практически любую помощь, если она ей показана, если она ей нужна. И, конечно, она ее получает. Вот отбор пар на процедуру экстракорпорального оплодотворения, она осуществляется у нас здесь, в том числе врачами, акушерами, гинекологами. И уехать пара может практически в любой город, который она выберет, и пожелает там уехать туда. Пожалуйста, легко. Оформим, отпустим, поможем. Мы просто продлили репродуктивный возраст. Раньше как-то вот было, наверное, не принято. Я работаю, в общем-то, в медицине много лет. И, ну вот, я уже вот такая взрослая, да, вот куда мне рожать? У меня ребенок в школу заканчивает. Нет, границы материнства сейчас стерты. Кстати, Всемирная организация здравоохранения определяет репродуктивный возраст до 49 лет. Так что у нас были и есть, и я уверена, будут женщины, которые захотят вступить в беременность во второй расцвет своей молодости, то есть за 40 лет. Не далее, чем сегодня, буквально полтора-два часа назад, у нас была женщина, 45 лет, мы ее готовим на процедуру ЭКО. И надеемся, что все будет хорошо, что она забеременеет, родит своего желанного малыша. И вот оно, счастье. Новорожденный малыш, который нуждается не только в вашей любви, но и в вашей заботе, внимании. За много лет работы в руках заведующей отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Фатимы Магомедовны Хубиевой побывали сотни, а может быть, тысячи малышей. Все эти годы она остается приверженцем главной формулы здоровья новорожденного. Если ребенок, который вскармливается грудным молоком, растет здоровее, вот это ячейка семьи. Ну и еще, все же таки, финансовые трудности. Ведь смеси, они дорогие сейчас, и не всегда получишь. А грудное молоко всегда бесплатное, всегда полезное, всегда теплое и готовое в любое время. Это экономика и уже в семье, семейного бюджета. А дальше такой ребенок, выписавшись на грудном вскармливании, он не будет попадать с ОРВИ без конца в инфекционные отделения, а будет расти здоровым. Вот. Это самые важные моменты. Поэтому, если мы будем это говорить еще девочкам, мальчикам, дальше девушкам, парням, а потом молодых матерей, все равно, если все время объяснять, они это понимают. Вот она, простая формула счастливой семьи. Здоровые родители плюс здоровый ребенок. А лучше два или три. Современная медицина нацелена только на это. И для этого есть все. Очень бы хотелось в преддверии праздника, такого красивого, летнего, такого легкого, цветочного, обратиться к жителям Карачаева-Черкесии, к нашим замечательным дамам, девушкам, и сказать, что, дорогие дамы, мы вас всегда ждем в стенах нашего замечательного учреждения. Здесь мы имеем многолетнюю, даже не просто многолетнюю, а не один десяток лет опыта работы с женщинами для сохранения и восстановления здоровья. Если вы решите прийти к нам, мы будем рады вас видеть.